В день российской печати глава муниципалитета Иван Василевский встретился с представителями печатных средств массовой информации нашего района. Он вручил журналистам памятные подарки, пожелал успехов, а также выразил надежду, что представители СМИ и далее будут профессионально подходить к анализу проблем, освещать практические дела и не допустят социальных взрывов. Хотел бы предупредить, что мы живем в такое зажигательное время, которое от спички может такое развиться, и предчувствие плохое, оно уже витает в воздухе от тех экономических проблем, которые сегодня возникают, о том, что баррель, это нефти уже 46 сегодня, уже 46, реальная жизнь и экономика людей, то есть каждая семья будет ухудшаться. Поэтому люди будут искать однозначно виноватых, то есть у нас так в менталитете, а кто же вы виноват? Назначить виноватого в своих проблемах дело простое, а вот для того, чтобы найти выход из сложной ситуации, нам порой не хватает достоверной информации, отметил Иван Николаевич. Сегодня в сельском хозяйстве стали создаваться отдельные кооперативы, однако этот процесс не стал массовым. Предприниматели не хотят сами объединяться и от помощи муниципальных властей отказываются. Люди так и не объединились, они разъединены, особенно ЛПХ, те же крестьянские фермеры хозяйства, которые рассчитывают только на собственные силы. Даже нет понимания объединения. Зачем это объединение? Кому это выгодно? Он не понимает о том, что выгодно всем. Он считает, что если мы пытаемся сверху объединить, они, наверное, им это будут зарабатывать. Поэтому мы не пойдем по принципиальным соображениям в это объединение. Сами не могут объединиться. Поэтому обречены на конечную. Поэтому надо показать те примеры, которые сегодня есть. Во время встречи глава района рассказал о дальнейших перспективах развития Темрюкского района. Он отметил, что сегодня наш район не может смотреть в будущее с позиции только курортной территории. В район придут федеральные инвестиции. Будет создана промышленная инфраструктура, и мы должны этим воспользоваться. Сегодня Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, безусловно, получил больший толчок развития. Анапа 100 лет развивается как курорт, другие территории меньше. Поэтому там создана инфраструктура такова. Нам ее не добиться, не достичь ни в какие годы. Поэтому строить экономику только на курорте – это неправильно. Правительство обратило внимание, что волей-неволей сложилась ситуация, что это будет некий, возможно, промышленный парк, где можно создать льготные условия для финансирования, для размещения заводов, такие, как мы говорили по ЭФКО, завод по розливу массового. Мы не можем быть эгоистами. Затраты такие по развитию инфраструктуры, и вдруг не используют это для, например, завода по производству удобрений, чтобы мы имели экспортную составляющую. Поднятые жителями района ажиотаж по поводу строительства завода минеральных удобрений не имеют под собой оснований. Население должно знать, что никто не позволит осуществлять производство с нарушением требований к экологической среде. В России непростая экономическая ситуация, и мы должны понимать, что развитие производства в нашем районе – это развитие нашей страны.